все свечи поменял закрутил заводим так но теперь у нас правый цилиндр не работает останавливается это постоянные проблемы любого опозитчика то есть постоянно вот такая ерунда то одно работает у другой работает сейчас здесь даже дело не в регулировке карбюраторов потому что я щас регулировку вообще не трогал винты качества вообще не трубал . то работает то не работает то один работает то другой работает то левый тачи то правой как такое может быть и сейчас опять в этом положении когда он более стабильна и я откручиваю винт холостого хода полностью а мотор не глохнет что-то пока я вообще в курить не могу что это такое то ли это с электрис может катушка зажигания такие фокусы выдает игру в урале может быть все что угодно сначала правый котел у нас не хотел работать теперь не работает левый колпачок у нас еще стоит сопротивление сейчас попробую поменять колпачки попробуем продолжить этот процесс найду другие колпачки другие провода так все смотрите очередная фишка завожу сейчас я на левом цилиндре заменил бронепровод поставил без клапака снимаю бронепровод работает что-то какая-то фигня вообще полная ладно сейчас попробую еще посмотреть что там стоит зажиглер холостого хода поменяю посмотрим что изменится называется метод научного тыка так сейчас покрутим повертим карбюратор закрываем бензин сейчас у нас тут все потечет хорошо здесь хорошо удобно повалковая камера снимается двумя винтами под шестигранник и все непонятно откуда в карбюраторе есть как у лима какая-то так посмотрим что у нас тут стоит за жиклер холостого хода нужно больше стоит 38 стоит 38 а вот эти жиклеры у нас 40 которые еще одни сейчас попробуем 40 поставить 38 это конечно маленький так что у нас тут за жиклер стоит не видно тут у нас были 120 и 140 тут сейчас непонятно какой стоит жиклер так стандарте сейчас я посмотрел у нас стоит тут 135 жиклер к 135 написано то есть у нас есть 120 и 140 еще то есть этот средний пусть будет так массивная трубка вроде чистое отверстие не забиты но новые карбюратора не практически не работали странно даже как-то все это происходит вроде работает что мы сейчас делаем замыкаем сейчас я замыкаю выключаю правый цилиндр разрядник видим да правый цилиндр у нас достаточно уверенно маслает один сейчас оба работают сейчас я замыкаю выключаю правый цилиндр видите да левый цилиндр у нас останавливается то есть еще они опять поочередно меняются местами мы сейчас попробуем еще покрутить туда-сюда его может все таки это качество может все таки это качество может быть оно влияет но уже дольше работает теперь ну сейчас то есть так и Все, он будет устанавливаться. Все равно устанавливается. Очень интересно, загадочный карбюратор. У нас было положение, когда он более-менее работает. Все равно такое ощущение, что он по инерции. Разгоняется, насасывает. Когда это топливо вырабатывается, он глохнет. Работа нездоровая. Не должно быть так. Еще раз показываю. Замыкаем левый цилиндр. Правый котел у нас, смотрите, как масла. Устойчиво. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Он не собирается плохо. Работает нормально. не хочет вот такая дребедень она постоянно так что еще можно намутить интересного можем сейчас снять бронепровод снять сопротивление да хотя вот у нас же ведь работал этот цилиндр я вам показывал что он работал но потом почему-то вдруг раз он и перестает работать то ли это вот эта катушка на мозг канифолит ну не могу понять потому что я никогда с этими зажиганиями раньше не сталкивался никогда не занимался ими и не стал его покупать когда была возможность я просто взял поставил до чеку электронное зажигание себе нормально они вот это вот не пойми чё у меня как-то доверия к нему нету вообще никакого просто нет ничего с этим поделать нельзя работа работает работа и почему у нас так не может работать левой чудеса так походи дальше заменил бронепровод еще раз заводим левый цилиндр работает нормально правый нет вот останавливается он и все нет у него силы трудиться не хочет что-то ему не дает устанавливается так можем еще один эксперимент сделать интересный так чисто ради прикола сейчас мы возьмем и бронепровода перекинем посмотрим как они заработают поменяется что-то в их работе или нет сейчас я ничего не трогал я не трогал карбюратор вообще не крутил никакие винты сейчас я просто меняю местами провода посмотрим что у нас поменяется будут ли какие-то изменения если у нас проблема с зажиганием у нас по идее сейчас должно все поменяться с точностью на оборот нет правый котел работает левый все равно работает левый работает а правый нет значит уже мы приходим к тому что с правым у нас есть проблема уже не по зажиганию у нас компрессия получается в нем меньше либо это у нас проблема с клапанами потому что он компрессия там в нем есть но она почти на полтора килограмма меньше а а а а а а а а поэтому она работает не хочет а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Менять провода можно, видите, но бывает, что бывает провода, действительно, бывает прошивает, пробивает, там еще какие-то, бывает свечи, все бывает. Вот видите, сейчас я исключил все, что возможно было только исключить. Получилось, что у нас есть проблема с цилиндром. Все-таки вот эти полтора килограмма падения компрессии, она вроде как бы есть. Но может быть проблема в том, что на малых оборотах клапана не очень плотно закрываются. И, естественно, мощность двигателя и сила работы этого цилиндра, она падает. Он не может нормально и устойчиво работать. Все очень странно, все очень запутано. То есть набивает у нас 7 килограмм. То есть не сказать, что совсем плохая компрессия у него. Так, ну пробуем еще раз. Хэпопия у нас не закончится. Так, левый сейчас закорачиваем. Теперь он особо не работает. Так, у нас опять левый нормально работает. У нас лая. Ну левый почти работает. Но все равно не хочет. Не хочет. Хороший же надо дать ему отдохнуть. Фу. Что-то начал уже капать дождик. Пока пошел, ходил в гараж, капает бензин с карбюратора. Не держит игла. Не знаю, может быть уровень большой. Но с самого начала тут что-то его заливало. Сейчас я попробую еще помудрить. Немножко убавлю уровень. Потому что это, конечно, не дело. Все течет. Значит, большой уровень. Но уровень как бы не менял. Вот как был заводской уровень. Так вот он и... Правый карбюратор нормально, а этот почему-то течет. Может, качество такое китайское, не знаю. Сейчас попробую, посмотрю, что будет у нас тут. Что получится у нас. Получится убавить, не получится. Будет он убавляться. Конечно, такой интересный карбюратор своеобразный. Тут еще надо умудриться снять крышку поплавковую. Потому что стоит вот так по диагонали трубка перелива. Как она тут должна, вообще не понимаю. Как-то вынимается она вообще странно. Да, то есть смотрите. У нас получается переливается бензин. Это значит, что здесь уровень выше. Выше трубки. Обалдеть. Так, когда сейчас пробуем. Тут сейчас так особо не определишь, как оно стоит. Ну, сейчас попробую подогнули. Побольше. Удобно, когда есть на карбюраторе сливной штуцер. Но здесь, к сожалению, его нет. Через сливное отверстие можно подсоединить трубку и посмотреть уровень топлива в карбюраторе. Здесь, к сожалению, такого не получается. Но я не знаю, что это, почему она течет. Иголка это такая, может, бракованная. Фит его знает. В чем тут проблема? Игла вроде хорошая, ничего под нее не попадает. Не все китайские карбюраторы одинаково хорошие. Бывает качественно сделано, бывает не очень. Бывает, люди говорят, отверстия где-то не там просверлены. В общем, сейчас я уровень сделал. Сильно меньше. Посмотрим сейчас, что это нам даст. Блин, слушайте, ну как вот его ставить, я вообще не понимаю. Как-то так хитро все это просовывается сюда. Жутко остановится. Так, баночка, по-моему, у нас разъедается бензином. Точно, надо срочно сливать его. Сейчас посмотрим, потечет, не потечет. Так, все, открываем топливо. Ага, все, пошло набираться. Ну, сейчас я сильно уровень поменял. Намного больше, чем в горизонтальном положении. Иголка стоит, закрывается. Сейчас посмотрим. Может быть, он и работает устойчиво, потому что его переливает. А сейчас уровень сделаем нормальный, и перестанет нормально работать карбюратор. Так. Ну, сейчас вроде не течет. Так. Угу. Угу. так сейчас он стал с подсосом работать так сейчас он стал с подсосом работать Сейчас проверим, как это работает Правый у нас как не работал, так и не работает Ничего хорошего в этом нету Пойдем крутить, ну сейчас вроде не течет, не знаю, может действительно уровень повлиял Давай попробуем сейчас поменяем уровень вправом Хорошо, когда калькураторы на резинках, удобно поворачивать Не очень хорошо видно, но неважно, не буду так издалека Конечно, карбюраторы это такая система сложная То есть такая канитель бывает иногда просто мозг закипать начинает Ломаешь репу, что же там, где же, чего не хватает Где чего переливает Бывает сразу в нескольких местах переливает Вот сейчас сделал побольше Посмотрим, что сейчас у нас получится Хорошо, этот мы вообще быстро сделали Честно, я уже утомился с этими карбюраторами Крутишь-вертишь Но эти еще хоть как-то работают более-менее, в отличие от Делёрта Те вообще в отказ Нет и все Никак не регулируются, не строятся Надо будет жиглеров потом заказывать Что за фигня? Что за фигня? Ага, бензин кончился И дождь начинается Надо складываться, убираться уже Вот так вот, что-то никак у нас не идёт дело Так, что-то дождик у нас пошёл усиливаться Наверное, будем сейчас закатываться И бензин в баке закончился Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Так он и не работает. То есть он сейчас останавливается. Левый замыкаем. Точнее, правый замыкаем. Левый работает. Хорошо работает. Правый нет. Правый не хочет. Что с ним, я не знаю. Уже вроде все. Я поперекрутил все, что можно. Ребята, что-то случилось. Он работает. Правый цилиндр заработал. Ура! Но дело в том, что сейчас он заработал, но я не могу убавить и холостой вход. Все. То есть это вот я откручиваю ветки, а он работает. Откуда он сносет, я не знаю. Что это за фигня такая? Подсоса нету нигде. Я не знаю, откуда он берет воздух. Откуда я не понимаю. Я думаю, можно уже подытожить всю эту ситуацию. В общем, 34-е ПВК кое-как работают. Кое-как. Опять же, адекватной регулировки на них нет. То есть даже вот сейчас на холостом ходу они намного адекватнее работают, чем Делюрта. Но сейчас даже на холостом ходу добиться от него нормальной работы, чтобы хорошо обороты скидывались, не зависали. Не знаю, не получается. Даже я вот сейчас поменял жиклер. Полностью вывернутые винты. Он почему-то работает. Такого быть не должно. То есть на опущенных заслонках мотоцикл должен глохнуть. Он не глохнет. У него какой-то есть такой люфт в заслонках. Не знаю, может быть, они так сделаны некачественно, что из-за этого большого люфта идет подсос воздуха. Не знаю, друзья мои. Вот я вам показал, что такое взять и поставить. И это опыт, плохой опыт. Это тоже опыт. Я надеюсь, что может быть кто-то увидит мои косяки, потому что я не говорю, что я супер-мега-специалист. И я сейчас просто взял, попробовал. Может быть у вас какой-то был опыт. Пожалуйста, делитесь, подсказывайте. Может быть вы ставили такие, и у вас мотоцикл на них идеально работает. Я не берусь утверждать, что я сейчас тут на 100% что-то сделал правильно, что-то нет. Но вроде как бы все системы работают, но адекватно настроить его не получается. При всем при том, что компрессия в порядке, зажигание нормально, свечи мы поперепробовали, попеременяли. То есть все вроде работает, но в то же время адекватной работы у нас не получилось. Так что вот так все. На этом, может быть, даже и из-за того, что слишком большой диффузор, потому что для 4-х тактного мотора, конечно, 34-й диффузор с таким вот шиберной заслонкой, ну, я считаю, что это многовато. Для вакуумника там нормально получается. Здесь вроде как нет. Многое. Может быть из-за этого он и работает так. плохо на холостом ходу. Ну, не знаю. Давайте, давайте обсуждать, думать. Делитесь опытом, мнением. Все, друзья мои. Спасибо. На этом, я думаю, что этот тест можно закончить. Как получилось, так получилось. Мотоцикл надо доделать. Меня я поставлю сейчас на место сюда. 68-е карбюраторы. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.